я вас категорически приветствую на земле казахстана прошлых роликах сделали вот такую банку сегодня хочу показать как закатать в край острый край проволоку проволока придаст жесткости краю ну и сделать этот край безопасный я уже несколько раз показывал своих роликах как закатать проволоку ролики про изготовление ведра в изготовлении ведерко маленького там я тоже закатывал проволоку в край ведра но и сегодня хочу показать это очень очень близко насколько получится камеры снять ну поехали и доведем это наше изделие подведем его так сказать логическому концу но будут еще кое-какие ролики с этой банкой все-таки мы сделаем из него ведерко чтобы удобно было пользоваться ну поехали проволоку будем закатывать такую проволока 4 миллиметра диаметром мягкая визуальная можно сказать вот как же закатать край по книгам да по учебникам нужно нужно сделать нам отбортовку два с половиной диаметра проволоки два с половиной диаметра проволоки проволоку нас четверка это 10 миллиметров то есть нам нужно сделать отбортовку 10 миллиметров и я во всех своих роликах показывал что беру три диаметра проволоки вот но по учебникам два с половиной вот сегодня сделаю отбортовку короче не три диаметра и не два с половиной то есть два с половиной миллиметра два с половиной диаметра проволоки диаметром 4 миллиметра это будет 10 миллиметров я сделаю бортовку примерно 11 примерно черча линию 11 миллиметров запомнили да по учебникам два с половиной диаметра проволоки но когда два с половиной миллиметра делаешь два с половиной диаметра делаешь проволоку видно под закаткой видно проволоку поэтому немножко я вот на миллиметр больше беру ну и поехали отбиваем кромку и и Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот как-то будет получиться Все, теперь переворачиваем оправку и закатываем проволоку Вот так вот поставили оправку И теперь закатываем проволоку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так вот здесь перехлёстик Сейчас зубилком надрубим, чтобы ровно-ровно было ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Предварительно вот так вот подвалили, вот так вот все криво-косо. Сейчас натянем, вытянем, вытянем, и будет все красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нюанс, когда вот такую вот операцию проводите, да, когда проволоку, отбортовку натягиваете на проволоку, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно контролирует на проволоку, потому что если дно будет упираться в оправку, потому что если дно будет упираться в оправку, и будете тянуть, то вот здесь потом будут коцки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь будут шишки, потому что оправка и набьет, вот этот момент нужно обязательно контролировать, чтобы не упиралась дном в оправку. И еще один момент, когда подтягиваете, нужно стараться сильно не водить, да, по оцинковке, вот, ну, или какое-то другое покрытие, не стараться придавить молоток к изделию, тогда, если немножко, как бы, его на весу, ну, оно, как бы, там не было, все равно будет ходить, да, по металлу, но придавливать не нужно. И тогда здесь сильных, больших царапин не будет на металле. Поэтому, как бы, придерживая молоток, да, ну, как бы, на весу, ну, вот эту вот операцию проводим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также можно вот таким молотком проводить это все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и вот так вот это вот выглядит. С этой стороны, вот так, с этой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно, если на зигмашинке прокатать, то здесь будет сильно красивее, прям будет ровненько-ровненько все. Но, тем не менее, вот здесь вот проволока полностью закрыта. Если бы сделали ровно два с половиной диаметра проволоки, да, отбили вот эту отбортовку, то проволоку было бы видно. Что хотел сказать по этому поводу. Я сейчас немножко не в курсе, но, по крайней мере, когда я работал на хлебоперерабатывающем предприятии, да, на элеваторе, приходилось самому делать и от старых мастеров все это осталось. То есть на аспирационных сетях воздуховоды были именно вот так вот подготовлены. Была закатана проволока и соединялись воздуховоды проволочными хомутами. Ну, сейчас, к сожалению, я не знаю, как это там все происходит, но думаю, что все-таки фланцами пользуются уже, потому как 21 век. Вот. Ну, вот раньше старые мастера, да, когда был дефицит с фланцами, да и вообще совсем был дефицит. Вот. Делали вот так вот. То есть второй воздуховод с такой же отбортовкой и хомут с обкатанной проволокой, закатанной. Если кому-то интересно, пишите в комментариях. Я покажу, как делаются такие хомуты. Ну, думаю, что мало кому это интересно будет. Но, тем не менее, пишите в комментариях. Я покажу, как, что они себе представляют, эти хомуты, и как делаются. На сегодня все. Вот такой вот промежуточный результат. В следующем ролике мы сделаем ушки специальные. Я не помню, показывала ли, не показывала я. Будут специальные ушки, да. Примерно вот такой вот формы. Покажу, как можно сделать такое ухо. Ну, ухо не ухо, а крепление будет для дужки. То есть сделаем дужку, и будет вот такое вот ведерко. Насыплю сюда каких-нибудь болтов, гаек, чтобы можно было удобно за ручку перетаскивать, передвигать это ведерко. Ну, вот как бы на этом сегодня все. От себя хочу пожелать успехов. Успехов во всех начинаниях. Крепкого здоровья. Ну, и главное, мирного неба над головой. Чтобы не было войны. Всем счастливо.